Татьяна, доброе утро! Доброе утро! Небольшой драматический театр славится прекрасными спектаклями. Иначе я вас не пригласила в гости к нам, в Театр юного зрителя. Благодарны! Конечно, для меня, как для Театра юного зрителя, очень важен был спектакль «Волшебник страны Оз». Но, насколько я знаю, это был первый и на тот момент единственный детский спектакль в небольшом драматическом театре. И зритель сказал, ну неужели? Неужели это случилось в этом театре? Но, насколько я видела в спектакле, он все-таки и для детей, и для взрослых. Вот какие ценности поднимаются в этом спектакле? Что вы хотели сказать юному зрителю и все-таки их родителям? Спектакль существует уже много лет, и действительно мы видим реакцию. Дети видят что-то свое, реагируют на какие-то шутки, которые направлены на детей. Ну а мы, поскольку взрослые артисты, соответственно, мы со своей колокольни что-то делали, но все-таки понимают, что это детский спектакль. Но, тем не менее, там какие-то есть шутки и что-то такое, какие-то аллюзии, которые взрослые родители считывают, понимают, узнают, и им это тоже очень нравится. То есть это семейный спектакль? Это семейный, скорее, спектакль. Чем спектакль для школьников, которые пришли с учителем. Да, и учитель, в общем, ему совершенно неинтересно смотреть, что на сцене, потому что интереснее посмотреть Иванов, Петров, Сидоров. Как себе ведутся ли. Спектакль «Ю», который с большим успехом прошел у нас, но я честно признаюсь, как директор театра, это был труд привлечь зрителя на этот спектакль, потому что одна буква «Ю», если человек не знаком с драматурги Ольгой Мухиной, ну, как бы, мягко говоря, производит какое-то непонятное впечатление, но практически, знаешь, принудительно заставила своих друзей, знакомых, людей, которые мне доверяют все-таки посетить этот спектакль, и все остались в бешеном восторге, скажи мне, он и смешной, и грустный, но какую вот, на твой взгляд, главную мысль должен был вынести зритель из этого спектакля, уходя с этого спектакля? Мы вот тоже же, когда эту пьесу брали, и, собственно, тоже задавали себе вопрос, что же значит эта буква «Ю», что же хотел сказать автор. Мы для себя ответили, что это последняя буква в слове «люблю». Значит, спектакль о любви? Конечно, ну, безусловно, безусловно, о любви, и любовь в разных ее проявлениях, и, в общем, любовь, любовь неразделенная у нас, но это заложено автором в пьесе, собственно, там каждый любит не того, кого бы, вот, было бы здорово, вот как бы было хорошо. Все как в жизни. Нет, все как в жизни, безусловно, все как в жизни. И действие происходит в коммунальной квартире, в которой, в принципе, выбраться оттуда очень сложно, потому что люди вынуждены жить вместе, очень разные люди. Все вместе живут, и все друг друга любят и ненавидят, а это всегда, в общем, очень близко. Ну, и немножко о славе, да? Так. Есть сериал, после которого Татьяна Колганова проснулась знаменитой «Черный ворон». Очень многие люди просили автограф подписать Татьяну Захаржевскую. Да, где-то ведь у кого-то лежат эти вот бумажки. Проснуться и стать знаменитой. Ну, это оно же не было так по щелку, вот, типа, опс, и вдруг случилось. Это было, ну, то есть, вдруг мы тогда, например, базировались, у нас не было своего помещения, базировались в Театре Ленсовета в Петербурге. И вдруг в какой-то момент я прихожу на вахту, и вахтер мне выдает вот такой пакет с письмами. Тогда это так давно было, что тогда еще писали, в общем. Ну, хотя и сейчас бывает, приходят прямо письма на какой-то адрес, вот, с письмами от поклонников. Татьяна Колганова выступила, вот мы сейчас напомним зрителям, в роли сценариста и режиссера в фильме «Синдром отложенного счастья». Впервые, скажи, какие впечатления у зрителя от фильма, и я знаю, что он прямо номинирован на миллион каких-то фестивалей. Сценарий как-то возник в голове, интересно стало записать, вот, сочинилось. И, в общем, когда я его придумала, я-то думала, что я его сочиняю на себя любимую. И поэтому напридумывала кучу всего, чего я никогда в кино не играла. На всякий случай все, что называется. Ну, вот это тоже удивительно, когда ты пишешь, и вдруг героиня, которую ты вроде бы пишешь на себя, начинает диктовать свои условия. Я вдруг понимаю, что она так представляла-то я себя, а в итоге она у меня стала так потихоньку трансформироваться в Ирину Пегову, замечательную актрису. В итоге она не так известна многим белорусским зрителям, она много снимается из Беларуси. В итоге да, в итоге. А остальные герои, которых я сочиняла, у меня, собственно, почти всем составом снялся небольшой драматический театр. То есть я своим любимым коллегам, замечательным артистам дала, ну, насколько там, у кого-то больше роль, у кого-то меньше, но тем не менее я поработала со своими любимыми, ну и плюс еще были пришлые. Я думаю, потому что артисты все время в тренаже у Лев Борисовича, то фильм получился успешным, потому что... Перечисляй награды. Ой, очень. На самом деле он триумфально прошел по многим фестивалям, и я счастлива, потому что это такое начало мое. Но мы получили и гран-при. На Псковском международном фестивале, Оренбургском международном фестивале, это были гран-при. Есть лучший сценарий, я получила приз за лучший сценарий, как сценарист. У нас есть лучшая главная женская роль Ирины Пегова, лучшая главная мужская роль Алексей Шевченков, тоже дважды, по-моему. У меня есть тоже мой личный приз, лучшая режиссура. С ума сойти. Несколько зрительских симпатий, и это самое главное, потому что я, естественно, очень переживая, сидела в зале и слушала, и подглядывала, как смотрят зрители мой фильм, наш фильм. И было очень страшно каждый раз. И очень радовалась, когда зритель прекрасно принимал, и потом были долгие разговоры, ко мне подходили, благодарили, и это, конечно, большое счастье. Я поздравляю с дебютом, и надеюсь, ты на нем не остановишься и будешь продолжать этим заниматься. Я продолжаю, у меня скоро будет следующий фильм выходит. Так, можно пройти кастинг вам на роль? Записывайся. Татьяна, я поняла, вы счастливый человек. Я счастливый человек, вы знаете, я вот прям, я счастливый человек. Тогда в конце нашего разговора я пожелаю вам, чтобы это счастье длилось как можно дольше и никогда вас не оставляло. Я желаю удачи, потому что для артиста удача – это очень важная вещь, а теперь как еще и для режиссера. Да. А, вот. И желаю, чтобы рядом были именно те люди, которые приносят вам только радость и любовь. Спасибо. Спасибо, дорогая. Я искренне этого желаю. Мне, может быть, вот так посмотреть в камеру и пожелать. И пожелать это замечательным минчанам. Я очень люблю ваш город, правда. И я желаю всем счастья. И каждое утро начинать с радостного, позитивного настроя. Простите за такую банальность. Но, в принципе, я сама периодически об этом забываю. Но когда вспоминаю, тут же становлюсь счастливой. Вот этот рецепт. В общем, всего самого лучшего и хорошей погоды. Спасибо огромное. Я напомню нашим телезрителям, что сегодня у меня в мастерской была замечательная артистка. Без пяти минут народная, так скажу. Татьяна Колганова. Субтитры сделал DimaTorzok